Я только что вернулась в прогулки по лесу, и это было просто чудесно. Именно осенний лес, он не сравнится ни с летним, зимним может быть сравнится, но боже, вот эти вот ароматы хвойные, лиственные, грибные, это просто, еще такой, знаете, мелкий моросящий дождик лицо, просто прекрасно. Как я обещала вам в инстаграме, я хочу снять видео про минимализм, затрону многие моменты, я много всего написала утром. Я просто выскажу свое мнение на этот счет, расскажу, почему мне очень нравится вся эта философия, почему мне это так близко, и почему бы я хотела вообще как-то развивать себе, в себе и в своей жизни минималистическую, так скажем, сторону. Чайник кипит. Это при тем, как вы хотите что-то купить, спросите себя, а могу ли я без этого обойтись, могу ли я без этого прожить. Это касается, особенно если вы девушка, да, какой-то косметики, лишней помады, да, я говорю про себя, какой-то очередной пары джинс, каких-то кофточек, каких-то футболок. Но на деле вы все-таки можете без этого прожить. И, например, недавно на своем опыте я убедилась в том, что у меня все-таки есть маленький-маленький вот такой прогрессик, потому что мне надо было купить кое-какую одежду к осени, потому что у меня вообще ничего не было. Но я взвесила все за и против и поняла, что у меня в принципе все есть, исключением осенних ботинок, то есть у меня их вообще нет, только кроссовки, ну и резиновые сапоги. Но резиновые сапоги они как бы не подо все. И у меня не было джинс, то есть вообще, вот те джинсы, которые я ношу, говорят, собакой, они у меня в многих местах продырявленные, скажем так. И понятное дело, что мне реально нужны были джинсы. Я купила именно эти два элемента одежды, я дико горда собой. И просто вот реально вещи это всего лишь вещи. Но тем не менее, друзья, несмотря на то, что я стараюсь как-то не приумножать количество вещей в своем доме, я очень привязываюсь к определенной одежде, к определенной косметике, к чему-то такому, с чем что-то связано. Например, вы знаете, я в принципе ненавижу покупать одежду, ходить по магазинам, даже заказывать в интернете. Ну не знаю, не мое это. И более-менее приличную одежду покупает мне моя мама. Она меня и дарит на какие-то праздники большие, то есть такой более-менее элегантный, в чем можно поехать в город. Одежда на каждый день, которую я ношу постоянно с удовольствием, мне либо, может, там, моя сестра подарить. Спасибо, Саша, за твои шедевры. Большое спасибо. И многие футболки, майки я таскаю у Максима, потому что они удобные, они очень классные. И я реально к этим вещам очень сильно привязываюсь. То есть вы знаете, каждая вещь все равно обладает какой-то энергией. У меня бывает плохое настроение, я могу взять какую-то уютную кофту, уютную футболку, у меня же становится легче. Именно благодаря этому я ношу какую-то такую любимую одежду годами. У меня были любимые джинсы, которые я купила в Англии, черные, обтянутые были первыми, такие рок-н-ролльные джинсы. Я их носила, по-моему, я даже вот лет 6 или 7 я их поносила. Причем до такой степени, что они уже были выцветшие, они уже были серые, а не черные. Но я сделала у них дырки в коленках, я их как-то украсила, я все равно продолжала их носить, потому что в Англии я была очень счастлива, и у меня постоянно хотелось вспоминать все то, что я там испытала. То есть, ну, вы понимаете, о чем я говорю, то есть вещь, это не просто вещь, которая там, знаете, как модные стилисты говорят, этот не сочетается с этим, это можно купить, чтобы носить на вечер, это туда-то, это в школу, это в офис. У меня нет такого разделения одежды. Я ношу то, что вот мне в кайф, я ношу то, что приносит мне уют и радость. Наверное, благодаря такому своему какому-то внутреннему, ну, скажем так, я не считаю себя стильным человеком, я не считаю себя какой-то иконный стиль, это абсолютно нет. Я ношу то, в чем мне удобно. Я не ношу неудобную одежду, по большей части. Я могу, конечно, выпендриться, надеть там какие-то каблуки или юбку, но это буду не я. Я буду неловко себя чувствовать, а я всегда хочу оставаться собой. Я не хочу врать себе или другим, представляясь тем, кем я не являюсь. То же самое с косметикой, то же самое с какими-то вещами в дом. То есть тысячу раз спросить себя, нужно ли мне это, нужно ли мне покупать шампунь там за тысячу рублей, когда можно купить шампунь за сто рублей, да. Спросите себя тысячу раз, вот без чего вы можете обойтись. Я постоянно этим сейчас задаюсь, и это правда работает. И вы действительно экономите кучу денег, которые вы в свою очередь можете потратить на то, о чем я буду говорить в следующем книге. И второй вывод, который я сделала для себя, то, что минимализм, это не только вещи. Вы можете быть идеально аккуратным человеком. У вас может быть там несколько вещей в гардеробе. У вас может быть совершенно минималистическая квартира, жилье, место, где вы живете, да. Но в голове может быть полный беспорядок. Поэтому для меня минимализм, это в первую очередь гармония, конечно же, с самим собой. И в чем вообще заключается гармония, друзья? Вот постоянно все говорят об этой гармонии, бла-бла-бла и так далее, какие-то тренинги. Что это такое? По моему мнению, гармония — это принятие себя таким, какой ты есть. Плюс четкое знание того, что вы хотите, какой-то внутренний стержень, внутренний характер, сила. И не зависеть от предрассудков, от стереотипов, от общественного мнения. Вот быть самим собой, вне зависимости от того, где вы находитесь, с кем вы общаетесь. Очень важно быть собой в любой ситуации. Причем я не говорю о том, что надо быть таким честным, знаете, такой рубаха парень и говорить всем людям все, что вы о них думаете. Это уже немного невоспитанно и невежливо, да. Я говорю именно о том, чтобы быть собой. То есть если вы хотите заказать, там, не знаю, кофе, а не зеленый чай, но при этом заказывайте зеленый чай, потому что это полезно и прилично. Нет. Это, я считаю, некое такое предательство своих интересов. Чистота мыслей, чистота поступков. Конечно, я не говорю, что надо делиться всем, что у вас есть в душе. Нет. Но при этом и не обманывать себя и других. Вот именно вот это, я считаю, гармония, на мой взгляд. И быть гармоничным человеком довольно-таки сложно, особенно если вы подвержены общественному мнению. Если вы, знаете, такой вот, куда ветер подует, туда вы и полетите. Таким людям, конечно, сложно, и им стоит немножечко остановиться и послушать только себя, послушать свое сердце. Давайте перейдем к таким более мирским повседневным вещам. Конечно, вы наверняка спросите, а на что тут вообще тратить свою зарплату? На что вообще тогда там копить, да? Какие свои мечты реализовывать, если там ни одежда, ни косметика, ни какие-то материальные блага, ни там квартира, машины и так далее. Но опять-таки, друзья, это слишком категорично. Потому что все люди разные. И для кого-то истинная гармония проявится в том, если он будет сидеть дома в шикарно обставленной квартире, в уютной квартире, у него там будут домашние растения, домашние животные. И его дом будет обставлен совершенно там в минимализме, в каком-нибудь, не знаю, в ретро-классике, да? Как у Диты Фантис, например, если вы смотрели ее квартиру. И в душе ее будет гармония, да? Это нормально. Не обязательно быть реальным минималистом, выкидывать все из своей квартиры и спать на матрасе. Важно прислушаться к себе самому. Минимализм проявляется в том, что вы не жертва рекламы, что вы не жертва обстоятельств, что вы такой, как вы есть. Вы человек, вы личность. И вы слушаете себя. Да, например, я терпеть не могу делать дома ремонты. Я человек такой, что мне... Не знаю, что все равно, где я живу. Нет, мне важна моя квартира, мне важен цвет обоев, да? Я не увижу, например, желтые обои, поэтому мы переклеили белые обои. Но для меня не смысл жизни сделать ремонт в кухне, в ванной и так далее. Для меня это не имеет значения, потому что я бы очень хотела постоянно менять место жительства, путешествовать, быть мобильной, легкой, такой открытой для чего-то нового. Но это не значит, что если вы держитесь за свой домашний очаг, что вы плохой человек, вы просто другой. Примите себя таким, какой вы есть. Это нормально. И не будьте излишних строгих к тем людям, которые от вас охитяются. Вот, в принципе, наверное, в этом есть тоже какая-то гармония. Но опять-таки я заговариваюсь, на что, например, тратить? На то, что вы считаете нужным, да? Если вы считаете тратить нужным на кучу помад и косметики, и вам это доставляет истинный кайф, делайте. Но не испытывайте при этом угрызения совести и не ругайте себя за это. Если вы чувствуете в себе такие негативные нотки, наверное, это верный признак того, что что-то в душе не так, что, наверное, это не то, чем вы бы хотели заниматься, и то, на что вы бы хотели тратить свои деньги. Ну, например, я сейчас стараюсь, ну да, я стараюсь максимально расхлонить свою квартиру. Мы уже сделали огромную работу, у меня осталось только шкаф. Я ненавижу этот шкаф, который сейчас сзади меня. Он просто гробовой доской на меня палит. Но, тем не менее, это для меня тоже имеет большое значение. Какое-то пространство, свежий воздух, свет везде, он будет повсюду. Может быть, какие-то зеленые растения, но что не факт, потому что у меня животные, особенно кошка, точно что-то свалит. И, наверное, я бы в первую очередь не хотела бы тратиться на косметику, потому что у меня все сейчас есть. Если у меня кончатся какие-нибудь тени, кончатся какая-нибудь любимая супер-помада, вот прям до конца, полностью, тогда я куплю. А сейчас просто нет никакого смысла. И я сейчас не вижу какой-то особой надобности покупать, да, дорогие крема, дорогие шампуни, потому что все в порядке, я всем довольна, я потихоньку освобождаюсь от вот этого всего навязанного. Потому что, по сути, вы знаете, друзья, я пришла к выводу, что красота – это понятие чисто коммерческое. Это навязанное нам, да, с обожием журналов, что красота вот должна выглядеть так, красота – это пухлые губы, идеальные скулы, там, красивые глаза миндаляобразной формы, волосы только прямые, густые, там, да, определенного серого цвета, то, что сейчас модно. Это все чисто коммерческая индустрия, да, которую нам навязывает. Но я уверена в том, что каждый человек вот с рождения, он идеален и красив. И нет ничего более прекрасного, чем человек со своей индивидуальностью, какой-то изюминкой, чем все вот такие по шаблону, тратящие свои деньги, время, силы на то, в общем-то, на что нас им манипулируют. То есть мы, в общем-то, такие рабы. Рабы современного общества, которые просто вот так вот как декоративные собачки смотрят в рот своему хозяину. И, конечно, мы сами выбираем, смотреть нам ему в рот или нет. Или все же двигаться каким-то своим путем. В моем идеальном понимании я бы, конечно, хотела тратить деньги на книги, хотя бы раз в месяц покупать одну или две книги, хорошие, качественные, и завести себе стеллажик для книг, хотя бы маленьких. Также я считаю очень важным тратиться на спорт, если вы занимаетесь спортом, на какие-то хобби, на какие-то примочки для вашего хобби. Но вот так как мое хобби — это, в принципе, писательство, то мне особо не на что тратиться. Я как потратилась на очень хороший ноутбук, на котором я сейчас работаю, какие-то хорошие ручки, качественные ежедневнички, если чем будет приятно работать. Я считаю, что это такие мелочи. Но опять-таки очень важные мелочи, которым тоже очень сильно привязываешься. Я вот даже, когда покупаю еще новый ежедневник, и когда приходит время его сменять, когда он уже заканчивается, я прям такую легкую грусть испытываю, потому что я привязываюсь к каким-то определенным вещам. И знаете, как в детстве бывает? Вот ты потерял свою любимую старинную игрушку, которая выглядит просто отвратительно, и мама тебя успокаивает, и говорит, ну мы купим тебе другую, а ты плачешь и говоришь, что мне не нужна другая, что я хочу свою старую найти. Страшную, да, пыльную, какую-то совершенно уродливую. Вот у меня такое же с какими-то вещами, с которыми связано какое-то тепло. Опять-таки это путешествия. Но на путешествия, конечно же, стоит подкопить. Но при этом, если вы не будете растрачивать себя на какую-то одежду, на совершенно ненужные траты. То же самое, кстати, касается еды и каких-то излишеств. Я не говорю о том, что нужно себя во всем отказывать. Я считаю, что питаться надо нормально, и на еде экономить в принципе нельзя. Но если вы хотите купить чипсы, я иногда люблю поесть чипсы, я себя стараюсь контролировать, то стоит себе спросить, я могу без этого обойтись, я могу прожить без чипсов, или лучше заменить это, не знаю, горькой шоколадкой или чем-то еще. Также я считаю нужным тратиться на подарки своим родственникам, подарки своим друзьям, на домашних животных. То есть какие-то такие вещи, которые принесут в будущем нематериальное удовлетворение. Как-то вот так вот. То есть я все равно более чем уверена, что счастье переносит вещи нематериальные абсолютно. Потому что чем больше у вас будет каких-то материальных вещей, тем более вы будете зашорены, тем более вы будете держаться за них, вы будете, ну знаете, как вырастать корнями, и вас больше не сдвинешь с места. Вы должны избавляться, а не приумножать и потреблять. Ведь это гораздо проще. Избавляться, выкидывать, что-то вычеркивать из своей жизни, ведь это бесплатно. Это гораздо проще, чем постоянно потреблять, приумножать свои богатства и стремиться к каким-то золотым тельцам. Ну и такой вариант, например, я подумала о том, что многие из вас хотят путешествовать, скорее всего, как и я. И я тут написала себе такой момент, ну если у вас не очень большой бюджет, ну как бы вот я, наверное, сделала. Например, какое-то время жить у своих друзей и у родственников. Не обязательно сразу ехать куда-нибудь, не знаю, на острова Киргилен, да, или на Тасманию, или в Новую Зеландию. Как бы далековато, дороговато. Можно начать с малого, можно начать с вашей родной страны, можно даже с вашей области начать. Посетить каких-то своих родственников, старых друзей, попутешествовать, взять фотоаппарат, снять какой-нибудь блог, который вы потом сделаете таким семейным видео-альбомом. И просто начать с малого, с дешевого, но поверьте мне, что это принесет вам большое удовольствие и такую душевную моральную пользу. И на что следует все-таки копить деньги? Я считаю, что это билеты на самолет, билеты на поезд, на хорошую палатку и хороший спальник. И на термос. На термос обязательно. И просто не лучше ли взять на прогулку с своими друзьями термос с кофе, хорошим кофе, с мускатным орехом, с корицей, добавить туда кучу всяких вкусняшек, взять с собой какую-нибудь еду, чем тратить эти деньги на дорогой кофе в кафе. Хотя, конечно, есть исключение из правил, когда хочется. Когда хочется, и стоит иногда себе позволить что-то вкусненькое. Но это так, это просто мои такие размышления для себя самой, да? Потому что я не только вас пытаюсь вдохновить, но и себя тоже, потому что я сама стараюсь как-то в этом плане развиваться. И мне тоже нужна мотивация. Я сама себя мотивирую. Надеюсь, что вам понравилось. Очень надеюсь, что мне удалось вас немножечко вдохновить и вызвать у вас какие-то позитивные мысли на эту тему. Обязательно делитесь своими мыслями в комментариях. Мне будет очень интересно почитать, пообсуждать с вами все. И подписывайтесь на меня в Инстаграме, ВКонтакте, на Фейсбуке. В общем, я есть везде. И оставляйте запросы на свои следующие видео. Я обязательно все учитываю. И до встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok